Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастерчу и сегодня мы с вами разбираем способности разбойников. Такой архетип как разбойники в мобильной игре Lineage 2 Mobile. Какими именно они скиллами обладают и какие у меня мысли относительно вообще класса разбойники в данной игре. Для каких целей они будут служить, в чем они будут хороши, в чем будут слабы. Это лишь мое личное мнение, субъективное, поэтому прошу относиться к нему с пониманием. Вы может быть вполне возможно будете смотреть на данный класс абсолютно по другому и размышления у вас на тему именно разбойников будут совершенно другими. А сейчас мы начинаем разбирать скиллы. За данного персонажа я немного поиграл, прокачал его до 37 уровня и уже примерно понимаю насколько он хорош и в чем он хорош. Тем не менее именно способности, которые будут даваться дальше, то есть это синие способности, красные способности и эпик способности, будут позволять данному персонажу раскрыться на максимум. Итак, давайте начнем с самого начала. Есть у нас способность Focus Power, это пассивная способность, данный эффект будет на вашем персонаже всегда. Абсолютно весь урон повышается на плюс 1. Focus Chance, дополнительная активная способность, это очень крутая вещь, которая повышает ваш Double Chance, то есть возможность нанести двойной урон на 10%. Тоже очень крутая вещь, это относится к именно селф-бафам, то есть это постоянный баф, который будет находиться на вас. Следующая способность это у нас Quick Step, это активная способность, она будет повышать вашу скорость передвижения. Вероятнее всего данная активная способность селф-баф не распространяется на скорость атаки, потому что именно Quick Movement, именно скорость передвижения. Следующая у нас идет, это Boost Ebay. Как бы смешно не переводил именно данный переводчик гугла данную способность, я не знаю, что это означает конкретно, но он реально его во всех случаях переводит как Boost Ebay. Скорее всего это Boost Evasion. Данная способность будет давать вам дополнительно плюс 2 дефенса, и здесь очень странно, что это плюс 2 дефенса, а не плюс 2 уклонения. Вроде как ты играешь даггером, ты должен получать дополнительные возможности уклониться от атаки, то есть полностью ее заэвейдить. А тут лишь всего лишь дефенс плюс 2. Идем дальше. Mortal Blow. Основная атакующая способность на ранних этапах игры за ножа. Наносит урон раз в 5 секунд. Очень прикольная способность, которой вы будете постоянно пользоваться, при этом она абсолютно мано-незатратна, то есть вы будете на нее тратить минимальное количество МП. Might Mortal это пассивная способность, которая будет повышать абсолютно весь ваш милишный урон на плюс 3. Resist Elemental это очень интересная способность, которая очень мало в каких ситуациях присутствует у других классов. Он будет давать вам весь скилл резистанс плюс 10, он будет давать вам защиту на 10% от всего входящего урона водой, огнем, ветром и землей. Хорошие резисты, которые позволят вам, судя по всему, меньше получать от скиллов противника с различными стихиями. Дальше у нас начинаются скиллы уже достаточно серьезные. Это синие скиллы, либо это скиллы с ваших персонажей, то есть это скиллы конкретно с вашего класса, с карточки персонажей, либо это скиллы, которые будут приобретаться вами в шопе. Первый это фокус Аквити, это очень интересная способность, она будет повышать вашу меткость, то есть она повышает меткость именно в ближнем бою. Следующая способность это у нас фокус Дет, это активная способность, она повышает весь урон оружием на плюс 5. Прикольная способность. Фейк Мэджик, пассивная способность, которая повышает у вас крит резист плюс 20%, тоже очень важный предмет. Винт Волк это активная способность, которая дает вам передвижение, то есть дает вам ускоренное передвижение, вы начинаете бегать еще быстрее. Это селф баф, напомню. Шадоу Кейп, это активная способность, которая дает дополнительный Мэджик и Мун на плюс 30, тоже очень крутая вещь. И один из самых главных скиллов, то есть это второй дамажащий скилл у разбойников, это Дидли Блоу. Наносит большое количество урона, насколько я понимаю, и имеет шанс нанести Девастейтинг Дэмэдж. То есть, вдумайтесь, вероятнее всего это Летал Шот, то есть своеобразный Летал Шот, который был в компьютерной версии игры. И он будет, судя по всему, иметь возможность сразу же за Леталей Цель. Какой процент, неизвестно, но надо будет чекать. Дальше у нас начинаются сверх крутые способности, и сейчас мы с вами их разберем. Это красные скиллы и самые крутые эпик скиллы. Погнали! Итак, красные способности, самые жесткие, одни из самых жестких скиллов у разбойников, классообразующие во многом. Хайт, возможность уйти в стелс. Каким образом это будет работать в пвп, для меня, если честно, пока что непонятно. То есть, вы будете уходить в хайт. Это будет понижать вашу скорость передвижения, когда вы в хайде, но, тем не менее, вас, судя по всему, противники видеть вообще не будут. Как работать в пвп, повторюсь, будет непонятно, но очень хочется даже вдонить на эту способность, чтобы поглядеть, каким образом он работает. Следующий у нас Critical Wound. Очень крутая вещь. Это пассивная способность, которая будет дополнительно давать вам Critical Damage плюс 10. И Critical Chance также плюс 10. То есть, скорее всего, здесь плюс 10% идет к криту урону, а также 10% к шансу крита. Это очень важно. Итак, следующая способность очень интересная. Shadow Blade. Есть шанс, возможность, что при атаке вы будете генерировать один Shadow Dash. Здесь вполне может быть кривой перевод. Видимо, возможность генерировать одну вашу копию, потому что дальше расписано, что атака вашего альтер-эго, то есть, атака вашей копии будет абсолютно такая же, как у вашего мейна. Вдумайтесь, то есть, вы, грубо говоря, бьете цель, хоп, появляется ваше призрачное изображение, которое наносит ровно такой же урон, как вы. Это дико круто. Но, тем не менее, это активная способность. То есть, каким образом это будет работать? Скорее всего, это баф на короткий промежуток времени с большим откатом. То есть, в PvP на вас напали, Shadow Blade юзнули, вас двое, и вы наносите в два раза больше урона. Крутая вещь. Vision of Assassin. Это активная способность, каким она будет работать образом. Вы будете кидать марку на ближайшего противника с небольшим количеством хп. И когда вы будете наносить именно урон по этой цели, вы будете наносить гораздо больше урона. То есть, эта способность будет давать возможность добивать цель на маленьком количестве хп. Еще раз, каким образом, судя по всему, работает эта способность? Вы видите противника в бою. У него лоу хп. Vision of Assassin на него кинули, подбежали, его добили вообще на изичах. То есть, скорее всего, эта способность будет работать именно так. Следующая способность это Venom. Очень интересный скилл. Судя по всему, это чисто PvP-шный скилл. Потому что вы будете дополнительно наносить урон ядом. Что это означает? То есть, это будет наносить дебаф на вашего противника, чтобы его банки ресторили ему меньше хп. Крутая вещь. То есть, когда именно нужно добить цель. Дальше переходим к суперкрутым эпическим скиллам, которые, ну, повторюсь, вот без скиллов играть в эту игру и вообще каким-то образом оценивать тот или иной класс достаточно сложно. А когда мы в целом сейчас видим, какие скиллы у каждого персонажа становятся немного попроще. Phantom Blade. Это дополнительная фишка, которая будет создавать одну вашу Shadow копию. То есть, это пассивная тема. Как, повторюсь, это будет работать, пока что непонятно. То есть, как именно будет работать эта фишка с Shadow тенями. Shadow Step. Это крутая способность, на самом деле. Здесь ее даже можно было не переводить. Логика в том, что вы будете перемещаться за спину цели, станеть эту цель и наносить дополнительный урон по этой цели. Вдумайтесь, это дополнительный Shadow Step плюс стан атака. Очень крутая вещь. Следующая способность, крутая, точно так же, это марионетка. Как она будет работать? Судя по всему, это дебаф по противнику, чтобы он не мог каким-то образом передвигаться, а также телепортироваться. То есть, если вы видите цель перед собой, то если вы на него наносите марионет, то он не может прожать соя и он не может убежать куда-либо. То есть, шансов убежать от разбойника становится критически мало. И сейчас, когда вы играете за разбойников, и зачастую от вас убегает та или иная цель, как только вы докачаетесь до максимального левела, грубо говоря, да, и у вас будет вот этот скил марионетка, хрен кто от вас, ребят, убежит. Ну вот реально, хрен кто от вас убежит. Единственное, стоит здесь задаться вопросом, какое будет кд у данного скилла. И следующая способность, очень интересная, но в которой я не смог разобраться, как бы я о ней не размышлял. Reset Movement. Пассивная способность. Каким она будет способом работать и что здесь вообще написано? После того, как вы убиваете вражеского ПК, судя по всему, это, видимо, будет относиться к целям, которые будут вашими кланварами, к целям, которые будут находиться в состоянии плеер-киллера, вы можете ваш мозг очистить и приготовиться к следующему действию. Это будет откат способностей всех или как? Я не понимаю немножко, как это работать будет. Просто, как я вижу сейчас механику, и в целом мы сейчас поговорили с вами о всех скиллах разбойника. Как я вижу теперь этот класс, после того, как я смог изучить все его скиллы. Есть цель, к примеру, ПК-шник. Вы подбегаете к нему, начинаете его бить. Вы дебафаете его. Он не может нормально жрать банки. Он не может от вас нормально убежать. Он начинает от вас убегать. Вы навешиваете на него, бафаете себя Шадоу Блейдом. У вас повышенный урон. После этого вы начинаете через Виженов Ассасин наносить ему дополнительный урон. После этого, если он начинает дальше убегать, Шадоу Степаетесь в цель, кидаете марионетку. Он точно от вас не может улететь. Вы его добиваете и получаете, благодаря пассивной способности Резет Мувмент, видимо, дополнительный... Может быть, это дополнительный баф скорости. Потому что картинка вроде как с бафом скорости и с часами. Но вполне возможно, что это откатывает все ваши скиллы. И если это прям откатывает все ваши скиллы, то это прям очень крутая вещь. И с точки зрения ПВП данный персонаж будет крутым. В целом, мои рекомендации для тех, кто играет за разбойников. Класс крутой. Достаточно сложно по началу за него играть. Большое количество банных ХП вам приходится есть. Большое количество сосок вам необходимо закупать. Далеко, конечно, не обязательно каждый раз ходить на фулл сосках, но тем не менее. В целом, за данный класс вы, судя по всему, будете на хайэндгейме просто убивать соло цели. Нету какого-то хорошего массового урона. Урон чаще всего здесь именно в соло цели. Это стоит подчеркнуть. Урон с большим количеством контроля и с некоторыми дебафами по цели, чтобы она не могла от вас уйти. Но тем не менее, данные классы и данный класс, архетип именно данного разбойника, встает гораздо интереснее, как только мы начинаем с вами рассуждать о картах. Сразу говорю, ребят, ждите разбора карт. Разбор карт это будет отдельное видео для каждого класса. Точно так же и для каждого архетипа. Потому что на данный момент агатионы, точнее не агатионы, а именно карты классов, будут повышать те самые ваши дополнительные обилки. То есть, то, что мы сейчас с вами разбирали. К примеру сейчас просто, вот буквально на секундочку пример я вам приведу. То есть, у Мистик Мьюза, да, он будет повышать дополнительно, давать дополнительный эффект какому-либо скиллу. То есть, когда мы разбираем с вами АВ, у карточки АВшки также будет дополнительная особенность. То есть, он будет отличаться. У тех же самых ТХ, судя по всему, заапанный немного скилл Mortal Blow. То есть, который дает дополнительный шанс на убийство. То есть, он идет, дает ему дополнительный эффект. У АВшек дополнительный шанс на Focus Dead, если я ничего не путаю. Ну то есть, ребят, дождитесь именно еще второго видоса, также с разбором именно тех самых карт. Они очень важны, но я не успеваю запилить прям все видосы в раз, как я хотел бы. Поэтому стоит немножко потерпеть. Лайк на видос, подписаться на канал. Класс хороший, играть за него рекомендую. Для новичков достаточно сложный. Но в целом на эндгейм-контенте он, видимо, в соло-цель будет раздавать прям очень хорошо. Какие ваши мнения относительно класса разбойников? И сколько разбойников? Давайте проверим это в комментариях. Кто играет за Рог? Хэштег Рога. И мы постараемся вас посчитать. И также, конечно, не забывайте проставить лайки на канале. Всем до новых встреч. Пока-пока.